Дополнительное время Очередь Team Empire запрещать героя Очередь Team Empire выбирать героя Очередь Team Empire Дополнительное время Приготовьтесь к битве Драфты сделаны Первая карта между командами Empire и Vega Стартует прямо сейчас Я думаю стоит поприветствовать команды Теперь я слышу, отлично Ну что ж, у микрофона Versuta и MailStorm Майл, что ты думаешь вообще Давай для начала просто представим Кто на ком играет, а уж потом разберемся Да, давай для начала Ну что ж, команда Empire Резолюшн будет играть на Инвокере Хвост будет играть на Герокоптере Рики, он же Алоха Насколько я понимаю на Байне Ноуфир на Сайлансере И Фаник на Тускаре Да, так и есть у Веги Сема the Slayer будет играть на Рубике соло Поиграет 30 секунд до начала сражения Коль на секундочку Тут у нас довольно интересный момент На Абадоне Ноуан будет играть с Эмбер Спиритом Маг поиграет с Дарк Сиром И Паша Луна Такие вот расклады Ну, типичный пик Веги, я бы сказал Эмбер Спирит на ферст пик Вместе с Дарк Сиром Очень хорошая комбинация героев Опять их любимая Луна Ну и стоит отметить Немножко необычный пик Абадона Он здесь действительно хорош Он может сбивать Винсгрип Байна Ну и вообще неплохо подсейвливает Ту же Луну Которая довольно-таки тяжеловато приходится До покупки Блэк Кинг Бара Однако пик Сайлансера Очень сильно Может смешать все планы Веги Ну да, Сайлансер будет очень сильно напрягать Естественно, в первую очередь Эмбер Спирита Во вторую очередь Абадона Который, по идее, должен сейвить Вот, Эмбер Спириту будет тяжело Соответственно, из-за того, что он не сможет уходить на свои ремнанты Это герой такой достаточно слабый Если его поймают, убьют за секунду А что касается Абадона Он вроде как должен компенсировать эту слабость В случае чего своим подсейвом Но, опять же, под Сайлансом тяжеловато что-либо кастовать Ну и вот смотрим за тем Как можно обратить внимание, как Соло пытается сбить варды И у него должно получиться Варды не проблема для саппорта команды Веги Действительно непростой спаун Но сейчас он его разблочил и сможет отводить Довольно важный, на самом деле, момент для вот такой вот линии Здесь Тусику теперь получать как-то экспириенс будет тяжеловато Ой-ой-ой, Сема тут немного подзажала, но все нормально Очень агрессивно играет маг на своей линии Я вот уже смотрю, он второй раз вылазит прям вот очень далеко Не боится, при том, что там есть какой-нибудь... А что там есть? Там Бриндсап есть, пока Найтмара нет Поэтому он, в общем-то, и такой наглый Суржи имеется у Дарксира, в случае чего, по идее, он уходит Но, по-моему, с таким маленьким количеством хитпоинтов можно и встрять И очень тяжело Эмбер Спириту Эмбер Спирит такой персонаж, которому на самом деле в начале желательно как-то более-менее хоть что-то фармить Три крипа за вот сколько там, полторы минуты, это реально мало Ну он, в принципе, слабоват против инвокера, так еще инвокеру помогает Силенсер с глейвами И здесь Нуану довольно тяжело приходится Но вот сейчас подходит Абадон и, возможно, свое заберет Нападает Резолюшн, однако в ответ получает довольно много урона И Нуан здесь прогоняет мидера команды Эмпайр Да, возвращаясь к Магу на верхней линии, действительно хорошо сделал все Андрей Он вот именно в первую волну крипов накинул два щитка и зашел, пока его еще не могут убить Изначально получил максимум с этой линии И сейчас, как мы видим, его уже тяжеловато становится гонять из-за того, что щитки сейчас были второго уровня Да, ну у Эмбер Спирита тоже, если посмотреть сейчас, небольшие проблемы Вроде как небольшой отпор дал Да, но вообще, да, выравнивается Но у него нет маны и с этим, конечно, проблемка Так, и тут очень не... Ой-ой-ой, а сейчас он вкатится Есть бим, немножко подстопили То Скара, но то Скара идет до конца Еще буквально эту тычку нужно сделать Сема, добить это ФБ С Фласочки откидли, отхиливается Сема Танго, еще один бим Фаника гонят У Фаника есть шарды Можно попытаться как-то проблочить Но как бы себя не заблочить Фаник просто на рейдклике уходит Или не уходит Или не уходит Фласочка Какие же мансы Демонстрируют там ребята Выживает, шарды заблочили Ну и Сема просто переждет Время действия этих шардов Хорошая, интересная такая ситуация Да, тут сначала Луна блочила Тускара, потом Рубик блочил Тускара, чтобы он Уже не смог отступить Но в итоге это хорошая ситуация Для Веги Они прогнали хардлайнер Он не может получать сейчас экспириенс Луна спокойно продолжает фармить Ну и с левелом здесь все тяжелее Будет Стасику против бимов На миде продолжается у нас Гновление Эмбер Спирита Очень правильно играют Потому что в связке с Дарксиром Этот герой мог бы быть Очень-очень силен Сейчас же у него и с экспириенсом проблемы И с фармом проблемы Да, если посмотреть 8-3 у одного мидера 20 на 4 у другого И на Уана тяжело Вообще я очень часто Вот я, по-моему, все какие игры Комментировал Постоянно у Науана были серьезные траблы Начало игры у него всегда Было такое себе И не потому что он там, да Где-то недоигрывает А потому что просто У него Линия такая Получается Но он умеет выкручиваться Он умеет выкручиваться Не тот человек, который будет дезморалиться Прилетел соло Отхилил Достаточно неплохо Плюс бутыль заобудили И вот уже более-менее терпимо То есть до 6-го левела Как-то дожить Да, тут немного Резолюшен Не доконтролировал Дал ЕМП Без колдснэпа Паника подняли Откинули подальше И 0-0, ребята 4 минуты игры 0-0 Команды Играют достаточно агрессивно Но при этом Их агрессия не приводит К кровопролитию Ну, пока что не могут зацепить Действительно Как это ни странно Нападение на Науана Колдснэп Ветра Но здесь рядышком соло Соло Дает подхил Науана Его слипает Бэйн Резолюшен будет И засыпает сам Бэйн подбегает к Резолюшену Но Уан идет дальше 3 секунды до Чинсов 3 секунды до Чинсов Ой, какие неудачные шарды От Фанника И здесь будет тяжело Но Фанник сейвит На косте убегает Эмбер Спирит Очень-очень далеко Останавливает Сноуфир сюда еще подтянулся Все-таки удается Сделать Ферстблат Ноуфиру тоже очень больно Минус Сноуфир Пока размен 2 в 0 Сема пролетает Очень тоже больно И в минус 3 В общей сложности Да, в итоге Троих забирают Плюс Ферстблат Вот, пожалуйста Для Эмбер Спирита Отличный шанс Сейчас отыграться Я думаю, что Достаточно много золота Он получил Смотрим на Файт Рекап Видим, да Хороший буст по экспе По голде Получает на Уан И вдвойне неприятно Для Силенсера Что он погиб В самом начале драки Даже не смог Какую-то инту заработать В целом Никаких плюсов Даже у Империи Не было за эту драку Да, там Инвокер Раскистовал Свои способности Все было потрачено При этом Эмбер Спирита Не убили А он пошел Забрал руну И на развороте Уже Сделал много грязи Ну вот тот самый момент Но он терпел Терпел Казалось бы У него все печально А сейчас уже Все вполне Вполне себе Хорошо Ну и стоит отметить Что Дарксир В это время Получал экспириенс Фарм на верхней линии В то время Как Фаник Вынужден был Так же стянуться на мид То есть Здесь тоже Вега Чуть-чуть Оказались впереди Но безусловно С этим преимуществом Пока что Можно играть И Empire Еще Еще смогут Отыграться Если Преимущества Как такового Еще жесткого нет У Империи В принципе Наоборот Было преимущество В миде А потом Просто Это преимущество Оно аннигилировалось Если посмотреть На графике То там Ну что Ну копейки Ну тем более Вот сейчас Совсем Копеечки Ну посмотрим Что у нас будет Во второй стадии Здесь Не будем забывать Про наличие Гирокоптера Который может Буквально на шестом Левеле Который он только что Получил Куда-то отправится Гангель А телепорт есть Телепорт есть Возможно Будут какие-то Смоки Ну посмотрим Ну и так же Эмберспирит Тоже на шестом Левеле Тем более При поддержке Дарксира Может и убить Выйти Убить любого героя Абсолютно Кстати мне очень Смоки Без каких-либо Желнов Буквально Снизу забрал Резолюшн Сверху забирает На нас Но он Ему конечно Обязательно Выход на Лохо Бэйн Очень быстрый Но подцепили Бэйна Делает Телепорт Может быть очень опасно Отлично Заслипал Луну Пошел Эклипс от Луны Но Торнадо Великолепно Заходит в Пашу Не дает ему Продвинуться вперед Хвост на развороте Ну да Он залетает Пашу Пашу Не хотят опускать Соло Есть у него Хилочка Но походу Она не понадобится Паша Кстати выжила А Соло Все же погибает Хвосту тут еще Немного наваляли Но жить он будет Гораздо больше Игроков Эмпайр Оказывается на миде За счет этого Они выигрывают драку Но теперь Ресурсы потрачены Нужно бы отступить А что они делают Все прекрасно видят На вардах Вега Возможно вернется Ну Пожалел изначально Эклипс Здесь Паша Если бы скастовал Могло получиться Получше Но как мы видим Пока что Немножко жадничает Вега Не подключаются Большими силами В то время как Эмпайр Наоборот Стараются везде Чуть ли не в пятером Действовать Ну и пока что Это приносит Паник стоит на линии Свободно фармить Все это время У него Тысяча голды Доделывает себе Пауэр триды Ну и в принципе В принципе Уже довольно таки Неплохо смотрится Таск Десятая минута Почти восьмой левел Есть начальные Шмоточки для агрессии В общем то Этот персонаж Будет сейчас Крайне-крайне Напрягать А что касается Гирокоптера Что у него тут По этому У него По Нетворсу Во-первых это топ 1 Дальше идет Эмбер Спирит Потом идет Уже Инвокер И потом только Дарксир И потом только Луна Что немаловажно Это не самое приятное 0-1-0 Иметь луной И вот кстати Анимация каста Ульты Вот мне кажется В большинстве случаев Чтобы нормально Прокастовать ульту Проблема как раз таки Именно в этой мелкой Казалось бы мелкой Но все таки Анимации Ну в современной доте Это очень сильно решает Такой замах Длительный Так Пожалуйста В миде Прыгает на Ремнант Но Резолюшн Все прочел Резолюшн Грамотно читает игру Занимает хорошие позиции Не попадает даже На смоук ганги Такие вот Тема по-прежнему Под смоком Резоль понимает Опять же И не подставляется Торнадо Торнадо снимает С Эмбер Спирита Флеймгуард Очень приятная Такая Возможность Но пока что Как-то грамотно Реализовать Эту возможность Не удавалось И опять же Саленсер Мы столько всего говорили О том что Глобал Он будет очень сильно Мешать Абадо Но будет очень сильно Мешать Эмбер Спирит Но Глобала Еще до сих пор нет Но только сейчас Появляется Да Да Вот поэтому Все что было До Глобала Может сейчас Очень-очень сильно Измениться Что с появлением Глобала Игра Должна поменять Своё русло Тем временем Даркфир уже Прикупил себе Очередной выход На Луну Закатываются Тут же пошел Глобал Раскаст от Гирокоптера Паша Ничего не успевает Сделать И это еще один фраг Для команды Эмпайр Очень здорово Действует Гирокоптер В начале игры 3-0-1 При этом Ну практически Все киллы Такие командные Хорошие И киллы На коргероях Соперника Да Это вот Как раз таки Ты очень правильно Отметил Именно на коргероях Убили Луну Которая и так В роли догоняющей Сейчас находится Так еще и Плюс ко всему Вражеский керри Получает фраги Получает золото Икспу Это все очень-очень Очень плохо Сказывается На ход игры Если посмотреть Сейчас на графике То Кстати Убивают метко Как ни странно Но по экспе Есть преимущество По золоту нет Несмотря на то Что Луну убивают Эмберспирит Очень здорово Приподнялся И так же Все очень хорошо Дарксиро Если сравнить Таска и Дарксиро Ну Дарксир Да Тут конечно Солидное преимущество Там В 1300 золота Он лидирует Это прилично Учитывая Что Две Харт-линии Дарксиро Лейнвокер И теперь можно Спокойно Забирать Эту вышку А Ну Он идет Вперед Идет вперед Видят Никого не видят Отгоняет Он просто Тупо Оттесняет Он понимает Его оппонент Находится Он его оттесняет Чтобы можно было Спокойно Забрать Тавер Ну и Тавер Достается Рубику А не Луне А это Очень плохо Потому что Луне В этой игре Нужно Поскорее Уже Вывозить Какие-то Шмотки Тот же Доминатор Сделать Стакать Эншентов Эншентов Никто не Стакает И обычных Нейтралов Всего Два стака Далеко не Уедешь И здесь БКБ Просто будет Необходимо Против Инвокера Герокоптера Сайленсера Тускара Все герои Бьют Маги А тут Луной По-моему Это тот Персонаж На котором Вообще В принципе Такой билд Как БКБ Манта Здесь смотрится Очень круто Потому что Можно там Скидывать Глобал Мантой В то же время Сирена Ноуана Какой дерзкий Забегает Не связал Но попрыгал Он даже Не пытался На самом деле Сереж Чист Не в плудауне Так напугал Немного Или может быть Сам даже Испугался В какой-то момент Ну агрессивно Действует Так же На своем герое Как хвост На герокоптере Рассекает Раз за разом Кстати о хвосте У него уже Скоро с Инжиньяша Вообще комбинация Есть для убийства Эмберспирита Это если ты ловишь В автонадо Тебе нужно Дать хороший Глобал И в принципе Все Емп колдснеп С руки Его разваливает Довольно-то легко Довольно-таки легко Инвокер Тем более Дэмэджа Как мы видим Здесь прилично Атак спид И все-все-все Ох Чинь сами связала Сразу следует Найтмарк Телепорта Нет Ну и в общем-то Он и поду Даже не понадобится Или понадобится Там хоста Видел Ноуан Что там нет Телепорта Долго конечно Придется искать И он понимает Что скорее всего Тут Бэйн пытается Купить этот телепорт Ну и решил Просто Встать от него В неизвестном направлении Без номеров Довольно странная Игра была От Алохи снизу Почему-то не забрали Рубика Был финс грипп Ну и в принципе Этот фраг был Ну можно было Закинуть Два ульта Спокойно забрать Рубика И отступить В итоге Сами там Чуть не подставились Но Виднее Виднее Игрокам Эмпайр Тем временем Видим Что Нуан Собирает Себе манту Для того Чтобы сбрасывать Себя глобал Хороший Айтем билд С БФ Здесь будет тяжеловато Если соперник Будет играть агрессивно Да безусловно Тем более Что на начальной стадии Есть очень неплохой Дэмэдж За счет Айншела Который на тебе вешают Поэтому тебе достаточно Просто жить Всегда будет вешаться Щит еще Айншела Путик шилд Такой Эмбир спирит Еще флеймгард Да Да Все Просто полностью защищенный И при этом Эта защита еще и дамажит Короче Нормально так Он тот же Шилд от Абадона Он же тоже взрывается Да Урон Да Ну В общей сложности Ауе Дэмэджембер спирит Вносит Ого-го Много Забрали тавер Без какого-либо сопротивления У нас идет такая Пассивная дота С разменами Время от времени Команды под снаками Пытаются друг друга убивать Но Как мы видим Счет 5-5 И все довольно таки ровно Ломают вышки Несколько проигрывают Импер Сам же луна Отличная Дорнадо И МП Может оставить всех без маны Да Оставляет трех героев без маны Но он ван с маной Также есть аркан-ботинки У Дарксира Этого хватает Да И ворваться просто На постановку В Миказм Арканы Все восстановили Рубика Цепляют Должны по идее Здесь тупо продавать Рубика И отступать Удается глобал Все Разорвали на части Вкатываются в соло Соло еще без ультимейта Он его не прокачал Он первый-второй Промачал Соло живет Хвост очень больно На развороте Наваляли Фрики сваливает отсюда Будут за ним гнаться Алоха по идее Тоже должен умирать Нашли Алоха Алоха бронесап Умстанавливает Неплохо ХП Торнадо Алоха минус Также погибает еще Ноуан Забирает мага 4 в 2 Размен И вот этот На развороте Гейминг Веги Вышел их боком Как же хорошо Здесь разобрались Имперцы Забирают Пятерых героев Хотя казалось бы После глобала Так здорово Вега развернулась Там и эклипс зашел Ну смотрим Файт рекап Кто же здесь так Люд раздал Сайленсер Раздал урона 900 Ничего себе Бейн при этом Практически ничего не сделал В драке Но И гирокоптер Не так много урона нанес Он колдаун свой Практически промазал Но как мы видим У Веги тоже Не все так было здорово И луна маловато Дэмэдж нанесла И только Эмберспирит Разве что Плюс Дарксир Насколько я понимаю Не хватило левела Да Ему вот как раз Пара левелов На хороший вакуум Не хватило У него первого левела Вакуум Всего-навсего Этого мало Ну на самом деле Комбинировать Этот вакуум По сути и не с чем Если посмотреть На ребят из Веги Да Безусловно Если ты там Кирых попадаешь В вакуум Ставишь в стенку Это очень круто Но Обычно с чем-то Должно Это дело комбиниться Пока Дарксир У нас используется В комбинации За счет Эншела А не за счет своего Так Ну Хотят мага забрать Мага очень больно Мага никто не сейвит И соответственно Он погибает Без каких-либо вариантов Ну вот Тот самый Как раз Ультимейт БНА Оставленный В прошлой драке И его сейчас тоже реализуют Пока что В Империи Легкое преимущество Они несколько последних драк Чуть лучше проводят Чуть лучше Чуть уверенней Ну и по графикам Это видно Особенно по ХП Солидно Очень оторвались Очень солидно Причем преимущества Это вообще никого не было Все ровно шло Шло Потом резко График рухнул вниз В сторону имперцев У нас Сколько Ну где-то Вот 7 тысяч СП Ну а по золоту Уже близится К 3 тысячам Это отметка Вполне Вполне Ну пока что Очень тяжело Луне Она слишком уязвимая И очень немобильная В таком пике Конечно Тяжко В то же время Эмберспирит тоже без манты Не может против глобала Ничего сделать Но я думаю Что как только появится Манта Эмберспирита И какой-то БКБ на луне Будет поинтереснее Другой вопрос Что у гирокоптера БКБшка появится пораньше Инвокер уже с сайленсом И может затыкать саппорта Или возможно Какого-то как раз таки Перегероя В этой игре В этой игре Очень сильно Нужны арканвуксы Ребята Незвега Вот когда Этот Господин Инвокер Дал свой прокаст Выжиг всю ману Да У Абадона По сути не было Маны для того Чтобы продолжать Сейвить своих тиммейтов Плюс у него еще На тот момент Не было ультимейта Но это уже другой вопрос То есть ему не хватало На первое и второе Чтоб постоянно спамить И если у тебя Этой маны Элементарно нет То ты вообще Бесполезным героем Становишься Он вообще Больше ничего не делает Кроме как Постоянно щит Хил Щит Хил Есть одни ботиночки Может быть Семе Стоит прикупить Вторые учитывая ЕМП Ну и плюс грифзы Будут у Мака Попадают на Алоху Ну Алохо Здесь можно сказать Что даже такой Спейс Потому что Очень много времени Потратили сейчас Выходя за ним в смоках Да Потому что в это время Еще и хвост фармит То есть если бы тиммейты Были там чем-то Понятным заняты То было бы Может быть и не так хорошо А в принципе Учитывая что он Рассекретил этот смок Вышло вполне нормально У Мага денежки Дотикивают уже Потихонечку до даггера Соло тут Разбарживает Надо мне Стака теншентов Но уже 20-я минута Конечно немного поздновато Надо было бы Как-то этим делом Пораньше начинать заниматься Но учитывая Что у хвоста Тоже вроде как Не так много было Стаков В принципе Ладненько Потому что Экшн Банили стаки Банили стаки Тяжело было Из-за этого Возможно Ну невозможно Точно Забаненные стаки Не поделать Но в принципе У Паши еще такая ситуация Тяжелая по фарму Что он довольно поздно Взял этот доминатор Пока этот крипт Добежал Прошло много времени Но пока что Пауза В принципе Веги на руку Они дофармливают Свои артефакты Дофармливают Левел на Дарксире Который сейчас Станет посильнее Все-таки И вот они Появились Грейвзы А все-таки Грейвзы Все-таки Да Кстати Полностью Правильный выбор Сделать Грейвзы А не купить Даггер Потому что Против Глобала Сайленсера Без Грейвзов Не вариант играть Ну Даггер тоже хорош Но опять же Если была бы Какая-нибудь Комбинация Чтобы можно было Первым начать И застанеть А так ты стягиваешь Ставишь стенку И все И дальше Если Глобал скастован То тяжело Ну Даже без комбинации Стенка-стяжка Сильная Сильная Сама по себе Такая Композиция С полов Согласен Ну что Пока у нас Опять Формим Крипов Гейминг идет Никто не хочет Драться Андерксир На топе Ждет Вейв Крипасов Манта Появляется У Эмбер Спирита Наконец-таки Ну все Уже Можно Глобала Во всяком случае Не бояться И Луна Как мы видим Тоже не торопится Выходить в БКБ Если игра затянется То действительно БКБ Ранее не особо Нужно Опять Алоха на том же месте Ловят Алоха живет Ноуан боится Нападать Единственный Кто может Цепануть Науан Это как раз Таки Алоха За своим Крипом Снизу Все Мол успевает Успевает Ретироваться Очень вовремя Нашал ТП Аут Сагрил на себя Вражеских персонажей По итогу Оставил их Ни с чем А Паша Прямо Вгрызается В каждого Крипа Пытается Выфернить Уже Хоть какие-то Шмоточки С Яшей Доминатором Пауэртридами Достаточно быстро У него это получается По Нетворсу Пока Вот 8100 Ну конечно До хвоста Ему еще прилично Формить Поблизится Близится Ну и вот Такой момент Сейчас довольно таки Интересный Появляется Блэкингвар На гирокоптере И неплохо Было бы С этим БКБ Как-то выйти Что-то попробовать Сделать И аркан Ботинки Как раз на рубике Вот то О чем ранее Было сказано Что против ЕМП Одних Плотинков Мало Да Само собой Нужно Удобно Этому Покупать Что там У Ноуана Теперь надо Уже выходить Конечно же В демедж Потому что Мант Это безусловно Хорошо Тебя теперь Кроме Бэйна Никто В принципе Поймать Не может А учитывая Что Бэйн Со своими Лапками Там Замахивается Грамотный Эмбр Спирит Уйдет Раз 20 От него То Фактически Ловить Вообще Некому Такое Абадон Тут по вражескому лесу Бегает Ставит вардишки Или Не ставит вардишки Просто бегает Он по-моему Как раз таки По варду Прошел И согрел На себя Всю Вражескую команду Ну Абадон Опять же Это не совсем Та цель Согласен Правильно Сказать Совсем Не та цель Вообще За последние Минут 5 Мы наверное Ни одного Фрага Даже не увидели Если не брать Там какие-то Вылазки На Алоху На Абадона И вот к чему Это приводит Приводит это к тому Что Вега Ну они как минимум Стабилизировали Своё отставание И оно не растет И соответственно Все меньше В процентном соотношении Они проигрывают Так еще Сейчас мы видим Оу Глобал Проюзали Чтобы забрать Ноуана Ноуан Кстати в ответ Тоже набаливает Очень даже неплохо Ноуан Кто там его убьет Ноуан Умудрится Сделать фраг А еще и ушел Да ты что Вот это просто Невероятная игра Тембр спирита При том что еще Был потрачен В любой момент Мог нажать и уйти Но в итоге Сначала забрал инвокера И только потом убежал Ну это очень большая победа Вот опять же Возвращаясь к тому Насколько у ууана Есть вот это чувство Того когда нужно драться До конца Когда нужно сваливать Уже не раз мы отмечали И сейчас большое преимущество Зарабатывает для команды Без инвокера Без глобала Сейчас Имперцы драться Вряд ли пойдут Достаточно интересный момент Мы его даже озвучивать не будем Вот Сами все видите Очень-очень интересно Ну а в это время Если посмотреть на айтемы гирокоптера Ну можно увидеть здесь Все стандартные Сигнатурные шмоточки Которые гирокоптер покупает Но пока нет еще Вот какого-то МКБ Или баттерсля Смалили Рошана Сидили И заходят Хвост Будет ли давать рассказ Дает очень хороший рассказ Абадон включает свой ультимейт Начинает под ним закиливать Ну что Теперь рассказа гирокоптера тоже нет Эй Паша зажали У Паши нет БКБ Хорошо В ответ пошел Кулкаун Стенка Вакуум Отваливается еще и Алоха Двоих минус нули Резолюшн под фокусом Айншелл вжет Связал чиньцами Резолюшн тоже отправляет Саверну Три фрага сделали Потеряли пока только одного Пашу Сема отбежал подальше Хвост Хвост отходит вместе с Фаником Два товарища выживают И файт рекап нам говорит о том Что вега выиграли этот файт Очень уверенно Да Но Сема Вот я как не посмотрю Игру вега с Рубиком На котором играет Сема Так постоянно Этот ворованный ультимейт Вражеского кэри Кулдаун конечно Залетел шикарно Вард стоит Грамотный вард Грамотно поставленный вард Как раз таки Самим Семой И позволил ему Подобный мув совершить Причем Кулдаун у кулдауна Очень маленький И эта способность Очень часто будет Обрушиваться на Имперцев Если они будут Ну вот и нашли Комбинацию с Дарксиром Да Кстати говоря Вот она Та самая комбинация Зачем мне гирокоптер Если есть Рубик Пока проблемы Только у одного персонажа Команды вега Это луна Но имея у себя В активе и луну И эмбер спирита Самое главное Чтобы хоть у кого-то Из них все было норм И за счет этого Можно тащить А вот теперь Довольно неприятная Ситуация для веги Они Рошана Грамотно обработали Сыркина так спит Рошану Он просто не бьет На сидель Он просто не бьет Ну и отдают Рошана По-моему даже решили Не драться здесь Нету Хотя есть пылы Но нету еще Манты на луне Есть глобал Соперника Решили не лезть В этот узкий проход Просто пойти И попармить Может быть и правильно Посмотрим Как смотря как Реализован будет Аегис Эмбер спирит Как раз скоро Дофармит себе БФ Сможет очень жестко Сплитить И сплитить И уже хоть какой-то Демош наносить Так Резолюшн подкатывается Ой-ой-ой Манта Как была потрачена Эта манта Боже ж ты мой Еще ловит Филгрипп Но он отсюда Не должен никуда уходить Только чудо Его могло бы спасти Причем он почти Убил Резолюшн Да ты что Обалдеть Смотрите 107 хп осталось Убил Резолюшн Пытается убежать Убил Резолюшн Отдать В тот момент Когда Да ладно Алоха Почти ушел Но нет Все-таки Вакуумом Взбивает Телепорт И Алоха Был в шаге Конечно От того Чтобы выжить Но нет Да Магическая сила Просветки Срочно требуется Веге Явно ее здесь Не хватило Но вот Прилетают Семи сентряки И удается Им отбиться Вышку у нас Забрал все-таки Хвост Немножко рисковало Но Глимер Действительно И наличие Аегиса Ему здесь помогло 14-14 И вот сейчас Если дофармить БКБ Луна У нее будет Такое преимущество Суровое Гирокоптер уже Трижды там Или четыре раза Нет Дважды он Нажал Блэк Кинг Бар У него в следующий раз Будет 8 секунд У Луны Свеженькая 10-секундная Именно с этой целью Так немножко Подзатянул Паша С тем чтобы В лейте иметь преимущество Несколько зарядов Посмотрим как реализуется Да И при этом Когда ты покупаешь Именно Яшу Там доделываешь манту То у тебя фарм Как бы Ускоряется немножечко Ну а БКБ тебе фармить не дает Ну хорошо прочувствовал ситуацию Что игра довольно пассивная идет И дадут здесь время Имперцы И по итогу Науан в миде Он видит фанника Он понимает Что фаника бояться Вообще нет никакого смысла Только один бейн Под смоками Даже без смоков В принципе бейн Ну либо под смоками Либо под Глимеркейпом Можно забежать И попытаться Пощекотать А по другому Ты уже не зацепишь Вега позицию Достаточно интересную Заняли Они понимают Что на них Могут напасть И держатся Близко друг к другу Что в случае чего Успеть помочь Или Сему Здесь могут Цапнуть Бежит бейн Орчит Сема стрял Под Под снайпами Ну в общем то Его стерли Причем сразу Бежит дальше Резолюшн Пытается найти еще Кого то Тут люди из манты Больше он никого не найдет Ну вега чуть было Не допустили ошибку Конечно нельзя было Сейвить Рубика Это очень хорошая Для них ситуация То что нашли Только его И Смугганг провалился У соперника Имперцам по идее Надо давить Им надо постараться Эту игру Довести до логического Завершения Как можно раньше Потому что там Два Как бы хор персонажа Таких жестких В ИТ Дарксир Дарксир уходит Домой Есть у него Ну это видимо Тоже под Глиммер Кейп Эмбер Спирит Не дает Зайти на ХГ Да У него уже Имеется БФ Уже как бы На базе Совсем другая история Убить Эмбер Спирита Гораздо сложнее Летит ракета Кстати Огромный респект Просто за то Что хотя бы в единицу Изучает Спайл Потому что Ну очень сильный На самом деле Спайл Связывает хвоста Все еще есть Аегис Поэтому Не спешит Никуда Выходит Сема из таверны Ну и скорее всего Отступит Не удалось Прямо так Круто реализовать Аегис Да Имели некоторую Инициативу Но Как мы видим Больших Дивидендов Добиться не удалось Но посмотрим Аегис Все еще Может быть драка Может быть драка Имперцы Очень Очень круто Выходит Резоль Поднимает всех В воздух Сема Практически падает Пошел Кулдаун От гирокоптера Но залетает Резолюшн Под БКП Пытается выживать У гирокоптера Аегиса Уже нет Соло Чем немного Пощекотали Вообще Непонятная цель Конечно Для Бэйна В итоге Соло Тоже получается Убить Фестами пропрыгивать Троих Потеряли Вега И смотря на то Что Бэйн Свою ульту Казал бы Потратил Куда попало На самом деле Он потратил Очень даже Грамотного Бадона Который мог бы Подсейвить Очень неудачная Позиция была Вышли И практически Ничего не успели Сделать И даже Не могли Казалось В этой ситуации Просто пробегали Всю драку Как мы видим Только Эмбер Спирит Надамажил Эмбер Спирит Нанес 3200 урона Если бы хотя бы Кто-нибудь Еще помог ему Могли бы неплохо Поменяться Но он был Чуть ли не один В итоге Эмбер Спирит Выходит опять У соперника Ничего нету Можно не бояться Но его заслипали Неплохой рассказ От Эмбер Спирита Гирокоптер Дает кулдаун Эмбер Спирит Закрываются Сейчас очень опасно Играют ребята Из Эмфайра Потому что Если они сейчас Хоуно умирает Они скорее всего Хоуно умирает Резолюшно поймали Связали Резолюшно погибает Ноуан прыгает дальше Надо попытаться Еще кого-то зацепить Связать Ноуфир уходит С телепорта И больше никого не зацепят Или хвоста Или хвоста Все-таки зацепят Поизвеста Шояша Хвост слегка задержался Можно попытаться На перерез Вот сюда забежать Скинуть Ремнант Но хвост Это дело Тоже все читает Бежит конечно же В магаз Покупает Скролл И уходит И уходит с телепорта Отличная игра Да Макс здесь не успел Стянуть Но в итоге Хвост рисковал А Егис там уже закончился Однако Удалось сломать Тир-3 вышку Бараки стоят И для Веги Такая следующая ошибка Может быть очень критичной Что у Луны У Луны наконец-то готов Тут самый заветный артефакт Которого ей не хватало Все это время В прошлом файте Его катастрофически Не хватало Подрубитый БКБ Нажми ульту Ну то есть там Этот глобал Не дал в принципе Ничего Луне сделать Так а тут у нас что У нас тут опять Наглая игра от Ноуана Понимает что Его цеплять некому Поэтому не боится И сейчас уже Вот у Ноуана Не будет такой Огромной проблемы В поддержке Потому что до этого Поддержать Никто не мог Под глобалом Практически никто А поддон вместе с Рубиком Становятся просто крипами А Дарксир там Он окей Сбивает себя Этими гвардиан грифсами И при этом Еще теперь уже Луна будет Вот и кстати По поводу Грифсов Когда ты юзаешь После глобала Грифсы Ты юзаешь его Для того чтобы Сбить с себя Глобал А не для того Чтобы похилить Свою команду Вот в чем Тоже достаточно Неплохой такой Минус Одно дело Когда ты грифсы Юзаешь чтобы Подхилить А другое дело Чтобы просто Снять с себя Сайлот Может быть все таки БКБ Соберет В таком случае Чтобы снимать уже Ну это довольно важно Для Дарксира Но посмотрим Посмотрим Что у нас Предпримут Действительно У Эммер Спирита Появилась поддержка И довольно суровая Но Хвост очень мощно Затарился Его пока что Пробивать тяжеловато Да Он баттерфляй доделал Это замечательно Это настоящий Очень хороший ДПС Вместе с флаг Кэноном А у Едем Находит инвакера Манта Глобал решили Не юзать Как же больно Бак вам Стеночка Резолюшн подрубает БКБ Отхилили его Грейсами Откидывает Бласт Но откидывает Все просто Наотмашь Никуда практически Ноуан Под диким фокусом Успевает Ноуан уйти Хвоста пытаются Как-то кайтить Но флаг Кэнон Слишком большое ОЕ Получается Продамаживать Очень неплохо Мага Тоже подхилили Хвоста Оставляет Одного Против всех Хвост Хвост Все-таки погибает Минус два Пытаются гнаться дальше Резолюшн уходит в инвиз Второй здесь товарищ Тоже ретировался Становится потихонечку Плевать Ну как же оно заехало Сейчас это БКБ Нодамажил Эклипсом По Бейну И Тускару Заставил их отступать И скоро По гиролету Тоже будет Очень много Дамажить БКБ Шестисекундное Потом Пятисекундное И все Ты его врубил Тем более Очень часто бывает Так что ты можешь Врубить Чуть заранее И фактическое Действие БКБ В замесе Там будет Три или четыре Секунды И все А Эклипс Луны Тот же действует Сколько он там 6 секунд То есть Если его еще Подрубить Чуть-чуть позже То все Гирокоптера Элементарно Можно с одного Эклипса Серьезные проблемы Начинаются Очень серьезные Инблокер Тоже в затяжной Игре Становится все Слабее и слабее Лейт потенциал У имперцев Конечно же Хуже Ну если не брать Там какие-то Супер жесткие Слоты Прям Да 6 слотов И там И там А именно Вот в данной Ситуации Если смотреть То лейт Безусловно За вегой Пока Как минимум Да Тяжеловато Империя будет Вот именно сейчас Для луны Эмберспиритом Справляться Которые все лучше Лучше одеваются Вот еще один Огромный плюс Для луны То что у нее Есть и доминатор И владмир То есть Двойной Лайфстил И также У эмберспирит Но для эмбера Это еще не так важно Хотя он тоже Извини меня Если его допустим Наполовину продамаживают Он успевает Заюзать фесты Он с этого Владмира Се восстанавливает Огого Какой кусок Хитпоинтов При том что Этот владмир Еще дает Дэмэджа Немало И той же луне Он дает дэмэджа Короче говоря Соло Вот этим вот Айтемом Царским Вот казалось бы Да Ну что это Абадон с владмиром Другие бы абадоны Купили бы Какой-нибудь форс Не знаю Какой-нибудь пайпу Может быть Начали бы тарить А это все просто Вот он Айтем победы Пошло Торнадо ЕМП от инвокера Залетает неплохо По абадону Очень хорошо Ноуан связывает двоих Не решаются нападать И Эмп Эмп Ну и закатывается Хвосту надо уже Как-то подрубать БКБ Да Хвост подрубает БКБ Пытается драться Соло Его фокусит Не особо напрягаясь Пока у него действует ультимейт Мага разорвали на части Теперь Соло Пытается уйти с телепорта Соло практически уходит с телепорта Но нет Все-таки погибает Эмп Троя очень побитые Но никого из них убить Так и не удалось Сема отступил И какой-то такой Недофайт Ноуан тоже под фокусом Торнадо Торнадо не цепляет Ноуана Продолжается погоня Хорошо Шардами заблочил Но нет маны Да еще и повесили Орчит на Ноуана Ноуан Брэйнсап минус Ноуан Да Как-то не удалось Хорошо подраться здесь Веге Несмотря на то, что Он варды ломает Ему плевать Вообще на все происходящее Просто забрали гем Сломать хотя бы еще один вардец До того, как Пришли сюда соперники Но нет В итоге Вроде бы все правильно Делал у нас Паша Он включил Эклипс После того, как Гирокоптер нажал БКБ Буквально через пару секунд Но побежал за Сайленсером Ну отлично сыграно Сайленсер Впитал в себя Весь Эклипс И при этом успел Дать свой бракат Так еще и конечно же Стоит ответить на момент Дарксира Он же тоже ворвался Там Глима Он же тоже ворвался В одного героя Стенку не поставил Да, он ничего не сделал По сути За секунду умер Вот два момента Которые решили Этот плохой обрыв Дарксира И Паша Который погнался Понятно за кем Вот все-таки Насколько неприятный Этот Сайленсер Герой И Тускар Опять же Один прячется на 3,5 секунды Ни за кем Бегать не нужно Что я могу сказать Есть один герой Герокоптер Рейдклик на него И все Больше никто не нужен Ну что И Чуть-чуть Осложнили себе Ситуацию вега Но как мы видим По графикам Не особо сильно Они проигрывают Здесь главное преимущество Это Аегис сейчас Который есть у команды Эмпайр Плюс их Вот эти очень сильные Неприятные Командные сплы Так Глобал Прежде всего Глобал Вроде как Против глобала Уже нашли какой-то Выход Да Там БКБшки Манты Все вроде имеется Но В принципе Если начать драку И глобал Не юзок Прямо таки сразу Это ведь тоже можно сделать Да Подождать немного Пока там прожмет БКБл На прожмет Там не знаю Ну хотя Грейфси Дарксир Идарксир Прожмет Не ну Наверное тогда Ничего не получится Если ты глобал Сразу не нажмешь Там абадон Начнет грязь сделать Короче говоря У веги на самом деле Проблем быть не должно У них могут быть проблемы Только с исполнением Сейчас они Откровенно говоря Ну лично Мое мнение Они гораздо сильнее Даже несмотря на аегис Если они будут Грамотно свои ресурсы тратить А именно убивать Гирокоптера Больше никто вообще не нужен БКБшка тебе инвокер Ничего не делает Вот как раз Вот этот факт Наличия сайленсера Который заставляет тебя действовать Ну ты должен делать Все очень правильно Иначе Тебя могут Застать врасплох Ну и идут дальше Идут дальше у нас Эмпайр Заходят судя по всему На мид Хотят сломать бараки Там уже нет вышки Без крипов Все дела То есть по тебе там Фисты не будут Очень больно бить Но И без фистов Вполне нормально залетает Очень больно хвосту И вот как его продамажили Пока у него не было БКБ Притом это даже Ну обычные рядовые сплы Были Не какие-нибудь эклипсы Да Ну подалаги Сейчас отхилится Там был момент такой Я уж подумал Что маг сейчас ворвется Прям все стояли в куче Можно было стянуть Очень жестко Но он не решился Потому что сейчас ошибка Может посмотреть Байбеки Ой-ой-ой У луны Баттерклей появился Да-да Вот она как раз Его перед этой дракой И собрала А вот это уже В корне меняет ситуацию Это вообще В корне меняет ситуацию Луна теперь Если конечно Она не будет бегать За кем попала А будет именно бить То я не завидую имперсон Просто не завидую Эта машина Свободно будет бить 8 секунд И ее пробить Будет нереально В принципе Нечем Только финсгрип Какой-нибудь Может цепануть Но там есть абадон Ну что смотрим Смотрим На картину происходящего В наглое забрали Один барак Могут даже в наглое Забрать второй барак И это вообще Ничего не решит В этой игре Падают на хвостах Хвоста очень мало ХП И походу выберут Его Егис Форс очень неграмотный Получился От тиммейтов Или да От тиммейтов Форса немножко кривовато Он пытается забрать Моглые бараки Хвост Хвост Вакуум стенка Хвоста убили Хвост пока в товар Не резолюшн Пытается отступить Пока висит глобал Глобал сейчас закончится Пашу подстанили Пытается хвост На всех парах Отсюда убежать И Фаник Жертвует собой Чтобы тиммейтов Получилось Как-то подставить БКБ имеется у хвоста Также баттерплей Неактивированный Так что в случае чего Можно прожимать Связали резолюшн Вешается орчат Ноуан все-таки уходит Метеор в никуда У Паши нет БКБ Паша отступает Как же друг друга Ребята кайтят Резолюшн еле живой Прячется под инвиз С даггера упрыгал И под Саленсом Находится у нас Дарксир Который пытается Догнать резолюшн Там параллельно Забрали еще одного Есть гемм Забирают Аллоху Остается здесь резолюшн Летит за ним ракета Летит за магом ракета Хвост подключается У мага гемм Забирают мага Также торнадо Никого не поднимает Воздук торнадо Подходит Рубик Соло танкует Но есть у него Ультимейт Включается ультимейт Хвост сатаником Хвост принес себе В драке Но он его активировал ХП себе практически Не успел восстановить И просто-напросто Отсюда выходит Эмпайр Ну что ж Подрались они Достаточно неплохо Но они не забрали Сумасшедшая драка Но хвост Просто великолепен Он до конца Сейвил свою БКБ Под эклипс луны Вот прямо до Самого последнего момента И опять Вега Казалось бы уже поверили Что вот они могут догнать Вышли чуть далековато Их имперцы раскайтили Такое ощущение Что вот веге Немножко терпения Какого-то не хватает Плюс ко всему Стоит отметить Что луна Вот я не побоюсь Этого слова Луне не хватает Какого-то блинка Я не знаю Потому что она Не может догнать Гирокоптера с Энжен Яши Он просто от нее Каждый раз убегает На лоу хп Она не может Кастовать эклипс Ее станчик Слишком на малое Время станет Да Да Есть такое Мобильности Луне Казалось бы Не занимать Но как-то не успевает Он включает бабочку Фейзы И он получается Всяко быстрее С Энжен Яшей Чем она просто Там с Яшей Но включенных Фейзаж при этом еще Что-то нужно с этим делать Ну посмотрим Пока что Опять же Вега Потеряли только один барак Да Они чуть-чуть позади Но для 43 минуты Это очень маленькое преимущество Игра не в пример Матчу Фокловерс Против МВП Тут все у нас Гораздо ровно Гораздо более ровно 20 на 23 В течении 43 минут Команды прям Вгрызаются Ведь Кто выигрывает Первый матч Тот задает тон Игре Не хочется быть В роли догоняющего Хочется выиграть Первую карту И уже Так скажем На расслабончике Уверенно Играть вторую Ну да В любом случае Первую карту Проигрывать не хочется Никому Тем более Что шансы есть Равные у тех И у других До сих пор Все еще Хотя чуть поближе К победе Империя Да Вот кстати Касательно того момента То что Гирокоптер не прожимал До последнего БКБ Теперь ему будет Это делать еще проще Да Вот появился у него Сатаник Теперь он может Реально свободно стоять Не париться Каких-то жестких Дизейблов у Веги нет Он в любом случае Раздупляется Прожимает БКБ Сатаник И восстанавливает Все фулл ХП И спокойненько Воюет Либо можно просто Один Сатаник Прожать Побить там Немного И в случае чего БКБ прожать Игра у нас Кто будет дольше жить Не собирают Пока что МКБшки Какой-то дикий урон Стараются собирать Именно арты Которые дают тебе Еще и выживаемость Кристалис есть У Эмбер Спирита Но я больше чем уверен Что он не будет Доедал Доделывать А купит себе МКБ Но пока Нужно оставлять Байбеки Которые Кстати надо Убрать уже На Нетворс И переключиться Хвост имеет Очень хороший Нетворс Но если вспомнить Разницу по Нетворсам Между Луной И Гирокоптером То разница была Очень большая Сейчас этого уже нет Она примерно Такая была Только это была Там 17 на 14 Что гораздо более существенно Или того там Еще больше 10 на 7 Да 10 на 7 Сейчас уже Конечно не так сильно Чувствуется Но вот здесь Нужно МКБшки Очень сильно Чтобы пробивать Этого Гирокоптера В частности Эмбер Спириту МКБ Ну Кристалис Хороший артефакт Для демеджа Необычный артефакт От Сайленсера Но Смотри как радуют У нас сегодня Игроки И Сайленсер Покупает Владмир Ну конечно На Сайленсере Владмир Смотрится не так круто Он великовато Все таки стоит Но все равно Может сработать Если он будет Сам факт Наличие этого айтема Ребята Начинают Начинают Уже потихонечку Смотреть на Шмотки И понимать Что Владмир Это один из Самых эффективных Не в паник Покупает Мистик Став Возможно Целится в Хекс Было бы Кстати говоря Очень даже Неплохо Инициация Была бы Очень страшная Опасная Но опять же Там есть Абадон Но если ты прыгаешь Хексишь И сразу Юзается глобал То абадон Уже ничего Там Сайленс Плюс Хекс У инвокера Плюс Глобал У Сайленсера Плюс Хекс Может быть На таске Такое количество Дизейблов Одним абадоном Здесь конечно Но Видимо Шива Я так смотрю На артефакты Может быть Конечно Наскают Да Они уже Наверное Делают Шива Резолюшин Находит Сему Сему Форста Сему Глобал Еще имеется Прожимает Хвост Найтмар На Мага Сему Не отпустят Сему Здесь уже Не отпускают Сему Живет До последнего Вязать Все-таки На всякий Пожарный Глобал Сюда Подтянулся Но Прыгает Фистами Очень больно Резолюшно Пытается Забрать Проблемы Также У нашего Бэйна Бэйна Под фокусом Забирает Хвост Единственный Живой Айяяя У хвоста Татаник С БКП Сулдаун Хвост Дерется Чисто На мужика До последнего Паша Обратился В Декспо Соло Вгрызает Соло Отваливается Хвост Один Идет На всех Мэта Прожимается Хвост Доплкил Минусует Двоих И в итоге Третьего Еще Забирает Здесь Сноуфир Триплкил Делает Сайленсер Что происходит В этой игре Боже мой И вот это уже Можно сказать Была критичная Драка 5400 демадж Гирокоптер Выписывает Да Ну и Сайленсер Тоже Не зря Он сделал Триплкил У него 24 интеллекта Он уже Бьет с руки Неплохо Для саппорта Очень неплохо Байбэк от Эмберспирита Вынужденный Гирокоптер Пытается сломать Бараки на миде Ну Вряд ли Здесь ему Смогут помешать Да Сатаника Отхиливается Один Эмберспирит Конечно Здесь не боец Как же мало Было ХП у Гирокоптера Ну А попытайтесь Ополчиться на него Как-то Нету МКБ Вот просто Нету МКБ И не пробить Эти миссы Сейчас еще И байбэк Вымежден был Ну БКБ Прожимается Чисто для того Чтобы забрать Этот барак Учитывая Что БКБ Уже 5 секунд И его не жалко Юзать И Отступает Эмпайр Очень грамотные действия Очень Прям такая На мужика гейминг Идет у нас От хвоста Такой же он Дерский Да Ну Хвост отыгрывает Действительно В этом матче Пока что Очень классно 9-2-13 Шикарно отыгрывает Без ошибок Практически Если они Были какие-то То Я их не видел Ну и наверное Вот ключевой момент Сейчас Следующий Рошан Если его заберут Эмпайр Играть будет Очень тяжело Веге Им придется Кстати Еще один ключевой момент Посмотри на Деньги луны У нее 4 тысячи голды На кармане Деньгами своего Противника не убить Вот МКБ хочет Да И понятное дело Что пока у тебя Эти 4 тысячи висят То ты по сути Это ничего И не делаешь Зацепили герокоптера Но ставится стенка Одна лишь его иллюзия Герокоптер есть БКБ есть Создание Иллюзия герокоптера Просто царская Посмотри на нее Да Она такая Немножко Кудая Худовата Герокоптер курильщика Ну Эти стенки Теперь нету И Драться еще тяжелее будет Бэйна ходит с блинка Хвост остается Танкует Понимает Что убить его не так просто У него теперь у самого МКБ И он будет гораздо быстрее Убивать луну А у нее МКБ все еще нету Ну я не знаю Тут аутов практически Нету Рошана Иначе если они проигрывают Пайт на Рошане То это уже конец игры Боятся Боятся Формить МКБ Формить МКБ Иначе героя Не пробить с сатаником Ну и МКБ у луны Может появиться У Эмберспирита Вряд ли Но не будет бэйбэка У Эмберспирита Он бэйбэкался А у Луна бэйбэкался А Луна нет Не я и говорю Не будет бэйбэка луны Да у Эмберспирита Бэйбэкался Ему бэйбэк держать не нужно У него 3 900 голды Надо попытаться Тоже доформить себе МКБ Но походу Может конечно Купить с виды И даус Уже хватит денег Но вот на МКБ Пока что Дема Вот это кстати И ловят Соло Не подставляется Эмберспирит Уходит куда-то Вообще не в ту сторону По-моему Да Засем неприятный момент Для Соло Пытается он себя конечно Как-то сейвить Теперь будет пытаться Тенуть время Ой-ой-ой Поймали Луна А ну Фирта Зачем подставился На Луна Извиняюсь Ай-яй-яй Какая ошибка Какая ошибка Без бэйбэка 100 секунд Без Эмберспирита На дефе Это практически нереально Смогут ли Все очень просто Он перепутал ремнанты И улетел не туда И Да Все Это Это похоже на конец Это конец Один лайн уже сломали Второй лайн на подходе Прыбик Бэйн Пашу Паша получает Хекс Метеорит сверху Ставится стенка Барлус Панч Паша дает рассказ Может убить Ноу Фира Но Ноу Фир Да Ноу Фир кажется Съедается Но без каких-либо проблем Здесь конечно же Ошибка Она все решила Браво Эмбайр Ну такое Вишенка на торте Или Если хотите Гвоздь в крышку гроба Получается Забили Забил сам Ноу Ан Хорошая игра От Империи Здорово Они действовали На протяжении всего матча Очень сильные Тимфайты показали Очень хорошие сборки Обе команды Были хороши По сути Но в конце Вот эта ошибка Конечно Она Ну прям совсем Все Хотелось бы конечно Увидеть этого Эмбар Спирита На дефе Который там Прыгает Скачет Но ладно Вторая карта Будет совсем скоро Прыгает